Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию вариант сухой мушки, который чем-то напоминает мушку Адамс. Но особенность мушки, которую будем вязать мы, заключается в том, что мы будем ее вязать из-за остатков перьев и остатков материалов тех, которые у нас остаются. Вот я взял два вот таких перышка, которые у меня остались. Теперь закрепим нить там, где мы будем крепить наши перышки. Вымеряем длину. Длина должна быть несколько больше длины тела. Вот так. И здесь крепим. Перышки я креплю несколько в необычной для всех форме, потому что в основном крепят в другую сторону. Но учитывая то, что мне надо, чтобы перышко, перо хорошо подпирало обмоточное перо, которое формирует ножки, я всегда стараюсь изготовить его именно так. Я закрепил перо. И теперь восьмерочкой, как вы видите, вот они у нас уже хорошо стоят, восьмерочкой их разведу. Вот так, очень даже симпатично. И теперь для основного вязания мушки я почему взял достаточно длинный крючок с цевьем, чтобы можно было закрепить те элементы, которые немножко нетрадиционные для изготовления этой мушки. Возвращаем нашу нить, проматываем к загибу. Не доходим несколько до загиба, буквально пару миллиметров. У меня есть остаточки вот такие пенки. Я креплю нашу пеночку здесь у загиба. Буквально одним оборотиком. Так, чтобы ее прихватить. Длину и все остальное мы потом уже с вами вымеряем. Прихватили. Остатки сразу подрезали. Чтобы нам не мешали. Для хвостика и верхней части тела я буду использовать перо охотничьего фазана. Ну, приблизительно такую хорошую щепоточку, где-то порядка десятка штук перьев я оторву. Вымеряем длину хвостика. Хвостик должен равняться длине нашего тела или быть немножечко длиннее. Вот я оставляю вот такой примерно хвостик. В точке крепления нашей пенки, в одной точке, я прихватываю сильно, не усердствую. Вот так наш хвостик. И теперь, для того, чтобы его более симпатично развести, я промотаю. Можно разделить на две или три, как обычно делают части. Но я не делаю. В крайнем случае, если они будут лишние, мы отрежем всегда. Теперь в месте крепления я добавлю капельку клея вверху и внизу. И начнем формировать тело. Переворачиваю наше перо и проматываю вот так до хвостика. прихватили. И теперь ровными частями для начала еще чуть-чуть промажем наше цевьё. Клеим совсем-совсем немножечко. До перышек не доходим. И теперь я беру, прихватываю сразу снизу вот так нашу пенку. подхватили. И накрываю сверху нашим чехольчиком. Подхватили. Опять подняли вверх, подровняли нашу пенку, прихватили еще немножечко пеночку. Мы как бы ниткой сразу сегментируем снизу наше тело. Подхватили. Опять перевернули наше перо сверху и подхватили еще. Следим за тем, чтобы перо у нас не прокручивалось и не уходило. Выполнили. Уводим немножечко в сторону опять перья. Проводим вниз и делаем наверное уже последнюю сегментацию перед грудочкой. Вот так. Следим за тем, чтобы тоже наша пенка никуда не уходила. Закрепили. Берем перегибаем опять верхние наши перья охотничьего. фазана закрепили. И теперь можем спокойно отрезать верхние которые мы крепили для чехольчика и убрать нашу пенку. за крылышками я закрепил из остатков вот такое зеленое перышко гризли и у меня серо-белое такое кремового цвета было по остаткам. Но прежде чем мы будем обматывать ёршик и делать лапки я закрепил пару бородок павлиньевого пера для того чтобы можно было сделать симпатичную нашу грудку. Почему я беру перо павлина? Потому что оно значительно легче и надежнее любого дабинга. Поэтому желательно чтобы мы и без того когда обмотаем нашим пером не утяжеляли сильно переднюю часть для того чтобы наша мушка не клевала носом. Добавили совсем немножко для того чтобы просто обозначить потому что практически через перья не очень будет она просматриваться но при намокании будет хорошо видно и остатки удаляем. теперь берем обматываем по порядку как у нас идут перышки сперва зеленым 2-3 оборота я делаю за крылышками и столько же этим пером я выполняю оборотов перед крылышками вот так нам я думаю будет уже достаточно и крепим окончательно наше перышко пока мы ничего не отрезаем белым пером мы выполним несколько больше оборотов стараемся не подминать бородки которые были у нас намотаны уже зеленым нашим перышком перед за доходим до крепления зеленого перышка и теперь крепим все перья здесь закрепили для того чтобы не подминать наши перья я обычно или использую картоночку как я уже показывал в своих фильмах одеваю и формирую головку или же для того чтобы более симпатично убрать перо я беру обыкновенно вдеватель нитки и выполняю несколько вот так вот полуузлов которые поджимают наше перо и потом дадут нам возможность хорошо и красиво изготовить головку нить все время держим в натяжку для того чтобы она у нас не скользила по перу как видите все перья мы убрали нам ничего не мешает здесь формировать головку вот наша мушка теперь уже готова как вы видите достаточно просто и практически из тех материалов которые можно всегда найти дома как для пушечки так и для самих крылышек если их нет вы помните я вязал мушку сухую просто вместо таких крылышек брал вот отходы перьев пожалуйста делайте из них кисточки и будет та же самая почему мушка адамс я не претендую на то чтобы ее назвать мушкой адамс но я считаю что это один из вариантов как вы видите вверх у нас имеет коричневый цвет сегментированный низ у нас вот такой тоже сегментированной пенкой хотите можете ее подкрасить довольно таки уловистая мушка в зависимости от величины можно собирать любую белую рыбу благодарю вас за внимание до скорых встреч